здравствуйте с вами александр ярыш и вы смотрите 13 презентацию компьютеры и комплектующие на канале н.б. тема сегодняшнюю презентация зачем нужно обновлять программное обеспечение приятного просмотра обновление программного обеспечения это лучший способ обеспечить бесперебойную работу телефона а кроме того обновление программного обеспечения позволяют усовершенствовать телефон новая функция улучшение качества работы и повышение скорости исправление ошибка убедитесь что в вашем телефоне используется новейшая версия программного обеспечения как выполнять обновление есть разные способы обновления программного обеспечения телефона предусмотрены следующие варианты использование беспроводной связи загрузка обновлений непосредственно на телефон обратите внимание что доступность этого варианта зависит от оператора не все из них поддерживают такую возможность обновлений подключение телефона компьютеру с помощью кабеля обновлений с помощью одного из компьютерных приложений обратите внимание что не все способы обновления компьютерные приложения могут подходить для конкретной модели телефона на телефонах с операционной системой android о наличии нового программного обеспечения сообщает значок отображаемый на панели обедомлений обратите внимание что функция обедомления предлагают не все операторы однако для проверки наличия обновлений можно подключить телефон компьютеру использовать в одной из компьютерных приложений как и любая другая операционная система android постоянно совершенствуется оптимизируется ее производительность улучшается интерфейс работа с операционной системой становится более удобной разработчики регулярно выпускают официальные обновления патча узнать об их появлении можно из уведомлений которые периодически появляются в верхней части дисплея телефона там же где отображается оповещение возникающие тогда когда система загружает и устанавливает приложение для android 2 2 2 и других версий более новые версии операционной системы характеризует повышенное быстродействие которая улучшает и ускоряет работу на том же устройстве за счет оптимизации многопоточности использования нескольких процессоров кроме того каждая новая версия android отличается более высокой функциональностью обновление являются полностью бесплатными при установке пользователь платит только за используемый трафик официальной возможности откатить от гриты вернуться на старую версию android не существует единственный способ отказаться от обновлений это ручная перепрошивка устройства позволяющий установить на телефон или планшет любую необходимую версию однако этот метод влечет за собой потерю гарантии поэтому обращаться к нему следует только в крайних случаях удаление обновлений windows 7 про системные обновления windows знают все ее пользователи даже те кто почти ничего не понимает в программном обеспечении вообще система настолько часто сигнализирует о необходимости установки или о том что они уже установлены что у многих возникает закономерный вопрос а что установился зачем она надо а тут может стоит и удалить но прежде чем решать вопрос радикально нужно понимать что делаешь обновление windows что и зачем разработчики сделали так что при установке системы включается автоматическое и обновление другими словами появляющиеся на официальном сайте microsoft дополнение к программному обеспечению скачиваются при первом же подключение к интернету интегрируется при перезапуске системы официальная версия гласит что это нужно для первое преемственности программного обеспечения второе защиты системы от районов вирусов червей и прочих сетевых так называемых болезней третье обеспечение стабильной работы windows и и компонентов четвертое простые незаметные установки драйверов устройств если подумать то вроде бы все это весьма нужные функции разработчики от microsoft аргументированно доказывают что отключая эту функцию пользователь первое снижает уровень безопасности работы в интернет и любых локальных сетях поскольку ни один антивирус не успеет забойной фантазии разработчиков вирусов а системные обновления безопасности должны делать ее невосприимчивы к ним второе ограничивает себе доступ к новейшим так как старым программам и оборудованию которые могут не запускаться совсем или некорректно работать третье снижает производительность системы лишая ее новых модулей библиотек заплаток в том числе и критических зачем выбрасывать нужное возникает вопрос почему вообще удалять такую полезную по словам других вещь дело в том что многие пользователи замечают что при автоматической установки обновления система начинает зависеть при загрузке надолго задумываться до получасового по времени выключения компьютера некоторые жалуются на возникающие из ниоткуда не совместимость с программным обеспечением или устройствами с которыми еще вчера проблем не было рано или поздно методом размышления или научного тыка пользователь находит причину обновление чтобы все заработало снова их нужно удалить удаление обновлений на самом деле синий сложно чтобы удалить обновление windows 7 нужно требуется только несколько кликов мышкой первое открыть меню пуска зайти в панель управления второе выбрать раздел системы безопасность а в нем центр обновлений windows 3 появившимся окошке слева есть ссылочки одна из которых просмотр журнала обновлений и открывает списочек установленных пакетов по умолчанию и отображается только последние но над списком можно щелкнуть ссылку установленные обновления тогда будут видны все четвертое в этом списке выбирается либо последние по дате обновлений если конечно неполадки появились именно после него либо тут которая вызывает проблемы а затем выскать их снова меню дается команду удалить она кстати в нем меню единственная есть еще один способ удалить обновление первое все тоже панели управления выбирается раздел программы и компоненты второе в нем находим просмотр установленных обновлений windows в руале попадаем в то же самое окошко отображающий список всех мерующихся новшеств третье дальше все как было описано выше не удалиемые обновления что делать теперь стоит рассмотреть более неприятную ситуацию проблемные пакеты либо не удаляются вообще либо тут же устанавливаются заново иногда это становится похоже на замкнутый круг но проблему можно решить практически единственный случай когда обновление действительно невозможно удалить когда она задана групповой политикой а у пользователей нет прав для ее изменения первое первое что нужно сделать записать на любом листочке название пакета включая префикс квадратных второе затем выполняем цепочку пуск выполнить cmd командной строке вводим в усы и ксанин стол названные обновления третье далее интер а потом компьютер попросит перезагрузку но делать ее нельзя ни в коем случае потому что это просто повтор той же замкнутой цепочки нет тут нужна хитрость четвертое поэтому запускается панель управление системы безопасность центр обновлений выбирается ссылочка настройка параметров в полученном окне помечаются все варианты запрещающие установку обновлений без ведома пользователи 5 только теперь можно позволить компьютеру перезагрузиться собственно командная строка нужна только тогда когда проблемное программное обеспечение не желает удаляться если же пакет просто повторно устанавливается то можно ограничиться только пунктами 3 4 а затем удалить его так как было описано в предыдущем разделе избавляемся от будущих неприятностей как избавить себя от установки ненужного программного обеспечения будущем все в том же центре обновлений windows нужно выбрать настройка параметров либо вообще запретить скачивание обновлений либо выбрать вариант при котором система будет спрашивать что устанавливать оставляя пользователю возможность установить только тут что реально нужно они все подряд если нужно запретить установку и конкретного обновления то достаточно в списке предлагаемым к установке щелкнуть по его имени правой кнопкой мыши и дать команду скрыть обновление вот так при желании или необходимости можно избавиться от ненужных дополнений к системе а также запретить и устанавливать их впредь список литературы исчезнет через 15 секунд спасибо за просмотр больше интересной информации читайте на сайте ю айби . а . на и или звоните по телефону 097 920 85 23 до встречи в следующей презентации пока ecо а и и и и и и Продолжение следует...